И снова время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Здравствуйте. Украина готова к вступлению в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на всеукраинском форуме «Украина-30. Международная политика». По его словам, приобретение полноправного членства будет гарантией безопасности и благосостояния для Украины. В свою очередь, государства и граждане сделали достаточно, чтобы узнать точную дату и условия вступления Украины и в Евросоюз, и в Североатлантический альянс. Однозначно сильные сигналы были включены в заявление саммита группы 7 и США ЕС. Стоит отметить и решение недавнего саммита НАТО-2021, который подтвердил, что Украина будет членом альянса. Я всегда говорю, что проекты ЕС и НАТО не будут завершены без Украины. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена запланирована на конец июля. Однако точные даты еще неизвестны. Об этом на форуме «Украина-30» сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, во время визита в центре внимания будут вопросы безопасности, нормандский формат, Донбасс и Крым. Кроме того, Зеленский и Байден обсудят американские инвестиции, развитие торговли между странами, а также проводимые в Украине реформы. Кроме встречи с администрацией США, будет много других мероприятий. Будут контакты по линии Международно-валютного фонда, встречи с общественностью, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену. Мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Будет ли это путем прямого участия в нормандском формате или параллельного трека, или трека, который будет пересекаться с нормандским форматом. Это предмет разговора. И пока рано делать предположения. Украина отмечает седьмую годовщину освобождения Краматорска и Славянска. 5 июля 2014 года украинские подразделения вытеснили незаконное вооруженное формирование из Славянска и установили над горсоветом украинский флаг. В тот же день силы национальной гвардии вошли и в Краматорск. Сегодня на местах боевых действий установлены памятные мемориалы. И уже на прямой связи со студией наш собственный корреспондент Алена Грамова. Алена, как жители Донецкой области отмечают день освобождения украинских городов. Светлана, мы находимся на горе Карачун. Это между Краматорском и Славянском. По поводу празднования смогу сказать, что абсолютно разные настроения у людей и у тех свидетелей событий, которые сегодня сюда приехали, и у военнослужащих. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, конечно, это праздник для людей, это день освобождения. С другой стороны, все непременно сегодня вспоминает о тех утратах, которые были в этот период. Гора Карачун. Хотелось бы мне напомнить, что именно здесь находилась телебашня и обстрелами, которые были совершены незаконными вооруженными формированиями, она была разрушена. Сегодня на этом месте установлены мемориалы памяти военнослужащих погибших и, конечно, посвященные событиям 2014 года. Сегодня здесь прошла акция под названием «Донечина встречает своих защитников». Как и каждый год сегодня здесь можно было встретить свидетелей событий 2014 года, военнослужащих, которые участвовали в освобождении городов Донецкой области, конечно, родственников погибших, но и также приехал и министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Прошу послушать. Мы вошли в Славянск почти сразу после его освобождения вооруженными силами. Сорваны провода, неработающее электричество, пустой город. И я вижу сейчас, что Славянск, Краматорск – это развитие. Но эта трагедия до сих пор не освобождены нашей Донецкой и Луганской области в оккупации и Крым. Как заходили в город, мы просто помним, что внезапно блокпосты все покинули. Звонила наша кума, которая ехала с другой части Славянска, и говорит, выходите, город уже свободен, никого нет, все спокойно. Мои родственники, брат, все повыходили, встречали их с цветами и были очень рады. Если говорить о памятных мероприятиях, которые прошли сегодня, сегодня также прошло возложение на мемориал памяти, который расположен на пятом блокпосте. Именно там проходили четырехчасовые бои накануне освобождения городов Донецкой области. Сейчас я говорю даже о нескольких городах. Это Славянск, Краматорск, соседние Дружковка и Константиновка. Напомню, что под контролем незаконных вооруженных формирований города находились 84 дня. За это время погиб 31 военнослужащий. Незаконными вооруженными формированиями было сбито три вертолета и один военный самолет. Светлана. Спасибо, Алена. Это был наш корреспондент из Донецкой области Алена Грамова. Украина сегодня отмечает седьмую годовщину освобождения Краматорска и Славянска и чтит память погибших. Консульство Украины в Бресте пытается выяснить обстоятельства задержания гражданина Украины в Белоруссии. По месту жительства 24-летнего Павла Рабешко в белорусском городе Столин накануне провели обыск, в котором приняли участие пять сотрудников правоохранительных органов, был изъят телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. У украинца есть вид на жительство в Белоруссии. Консульство Украины в Бресте проверяет информацию о задержании украинского гражданина Павла Рабешко. В Управлении внутренних дел Брестского обл. исполкома и Столинский РУВД Брестской области направлен официальный запрос о подтверждении или опровержении факта задержания причине и места пребывания украинца. Ответа пока не получено. Консулы держат дело на контроле. В Украине зарегистрировали американскую вакцину от коронавируса, разработанную компанией Джонсон и Джонсон. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Как пояснили в Минздраве, эта векторная вакцина для полной иммунизации достаточно одной дозы. Ранее препарат Джонсон и Джонсон разрешила к экстренному применению Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны. В свой столетний юбилей Национальная академия внутренних дел выпустила 588 офицеров полиции. Поздравила защитников правопорядка президент Украины Владимир Зеленский. И уже на прямой связи со студией с места событий Юлия Грановская. Юля, как академия отмечает двойной праздник? Да, Светлана, сегодня в Национальной академии внутренних дел большой праздник. Здесь отмечают День национальной полиции, столетний юбилей и выпускной. В свой день рождения академия выпустила 588 молодых и талантливых офицеров полиции, которые дали присягу на верность украинскому народу. Студенты, выпускники поделились своими эмоциями. Вы выбрали для себя очень ответственный лозунг «служить и защищать», а с ним сложную и опасную службу. Ежедневно украинская полиция должна активно противодействовать преступности, обеспечивать порядок, помогать людям в различных сложных критических ситуациях. Отмечу, что дипломы с отличием получило 32 офицера полиции. Кроме того, президент Украины Владимир Зиненский, а также министр внутренних дел отметили грамотами, а также за профессионализм и службу сотрудника правоохранительных органов, которые действующие, а также преподавателей. Светлана. Спасибо, Юлия. Это был наш корреспондент Юлия Грановская. Национальная академия внутренних дел. Сегодня двойной праздник. В Венском доме искусств в Австрии появился украиноязычный аудиогид. Его запустили в рамках проекта «Первая леди Украины» Елены Зеленской. Музей является культурным символом столицы Австрии. Его спроектировал один из самых известных австрийских художников и архитекторов 20 века Фриденс Райххундертвассер. Это уже третий аудиогид в Вене и 22-й в мире, который заработал по инициативе «Первая леди Украины». Первый аудиогид в рамках проекта «Культурная дипломатия» появился в июне 2020-го в Венской галерее Альбертина, второй в сентябре того же года в Венском музее истории искусств. Телеканал «Дом» публично обращается к Службе безопасности Украины для помощи в проведении внутреннего расследования. Дело в том, что в одном из выпусков проекта «Русский дневник» на телеканале «Дом» в графической заставке внезапно появляется изображение оккупированного Россией Крыма и также внезапно исчезает. При этом графическая заставка с картой России, но без изображения оккупированного полуострова, утверждена руководством канала. Выпуск с неправильной графикой был изъят из эфира. Источник происхождения фейковой заставки сейчас выясняет Служба внутренней безопасности телеканала. Со своей стороны коллектив телеканала «Дом» приносит извинения за это недоразумение. Крым – это Украина. И телеканал «Дом» делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. В перечне утвержденных Редсоветом графических заставок на наших каналах нет и не могло быть доставки карты России с Крымом. Как только ситуация обнаружилась, реакция была мгновенной. Виновные отстранены, мы выясняем источник происхождения заставки, в том числе обратились и в СБУ. Все выпуски русского дневника показаны справкой правильной карты России, без Крыма. С пожеланием выдержки и крепкого здоровья я прощаюсь с вами на неделю. Вечером в этой студии встречайте Николая Сыракваша и смотрите наши новости в соцсетях. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»